Больше канцелярии, пеналы хорошие, мешки для обуви. А еще учебники, портфели и даже одежда. Этим сейчас пестрят прилавки школьных ярмарок. Рюкзаки от 1 тысячи рублей до 4. Дневники, как правило, в твердой обложке от 80 до 300. Стараются закупать с российской символикой. Ведь зачастую дневники приобретают на класс. В целом же никаких глобальных изменений в ассортименте нет. Очень красивые пришли в этом году пеналы. А так в основном все то же самое. Ассортимент тот же самый, но цена пониже. Родители все закупают постепенно. Тетради, краски, карандаши, пластилин. Все это уже Ольга приобрела для своей дочери, которая пойдет в третий класс. Осталось главное – форма и портфель. При выборе маму выделяет несколько составляющих. Среди них, конечно, и цены на товар. В первую очередь качество, чтобы ребенку понравилось. А потом уже, конечно, на цену. Цены? Ну, в принципе, я бы не сказала, что изменились. Мне так кажется. Как-то нет, мы не чувствуем, что стало дороже. Слова родителей подтверждают сотрудники рынка. В этом году многие производители опустили закупочные цены. Соответственно, их снизили и в точках продажи. На 10-20% стали дешевле общие тетради, пеналы и портфели. Кроме того, школьные ярмарки стремятся быть конкурентоспособными. Однако сказать, что здесь самые низкие цены в городе нельзя. Ведь специально к учебному году гипермаркеты вводят бросовые цены на отдельные товары. Допустим, тетради по рублю, хотя у них закупочная цена больше трех рублей на многие тетради. Но, тем не менее, они за счет этого поднимают цены на портфели, на пеналы, на гуашь. То есть мы ходим, сравниваем, чтобы конкурировать. Но сказать, что это самые дешевые цены – нет. Это будет обман. Валерия Жукова, Семен Воробьев. Новости дня.